Холодильные машины это устройство, позволяющее переносить тепло от охлаждаемого тела к окружающей среде. В основе действия холодильных машин и установок лежат термодинамические холодильные циклы. Осуществление любого холодильного цикла невозможно без компенсирующего процесса, сопровождающегося затратой механической, тепловой или другой энергии. Рассмотрим такой цикл. Отвод тепла от охлаждаемых веществ происходит по изотерме АВ, а передача его среде с более высокой температурой по изотерме СД. Сжатие холодильного агента по адиабате ВС приводит к повышению температуры, а расширение по другой адиабате ДА к понижению его температуры. Это идеальный цикл Корно. Реальные циклы значительно сложнее. Эффективность холодильных машин характеризуется холодильным коэффициентом. Он представляет собой отношение количества тепла, отнятого от охлаждаемой среды, количество энергии, затрачиваемой в цикле холодильной машины, и выражается следующей формулой. Такой цикл является принципиально общим для различных типов холодильных машин. В машинах этого типа широко применяются в качестве хладоагента фреоны вторхлорпроизводные углеводородов. Вот обычный домашний холодильник. В нем пар фреона отсасывается из испарителя и поступает в компрессор, затем в конденсатор. Здесь он охлаждается и конденсируется. Жидкость дросселируется. Образовавшаяся парожидкостная смесь поступает в испаритель, где отводит тепло от охлаждаемого объекта. Образующийся парообразный фреон засасывается компрессором. Цикл заканчивается. Познакомимся с устройством автономных рефрижераторных вагонов, предназначенных для перевозки небольших партий скоропортящихся грузов. Вагоны эти оборудованы холодильно-отопительными фреоновыми установками, поставщиком энергии для которых являются дизель-генераторы. Вспомните компенсирующий энергетический процесс, необходимость затраты работы для осуществления холодильного цикла. При работе установки по трубам воздухоохладителя проходит фреон. Он охлаждает воздух, нагнетаемый вентиляторами в грузовое помещение. Из воздухоохладителя парообразный фреон через регулятор давления поступает в четырехцилиндровый компрессор, где сжимается до 6-10 атмосфер. Через маслоотделитель и обратный клапан пар фреона поступает в пластинчатый конденсатор. Что же в нем происходит? Вентиляторы прогоняют между его пластинами наружный воздух. Отдавая воздуху тепло, пар фреона охлаждается и конденсируется. Жидкий фреон собирается в ресивере, а оттуда через фильтры направляется в дроссель. Назначение дросселя резко снижает давление фреона, а следовательно и его температуру. Пройдя дроссельный вентиль, давление и температура фреона резко падают. В холодильной камере кипящий фреон отнимает тепло от воздуха и таким образом охлаждает его и объекты охлаждения. На этом цикл заканчивается. Принципиально похожие парокомпрессионные циклы осуществлены на московском кладокомбинате номер 12. Производительность его холодильных установок 4000 киловатт. В качестве кладоагента здесь применен аммиак, а промежуточным носителем холода является водный раствор хлористого натрия. В холодильных камерах, оборудованных батареями непосредственного испарения испаренных труб, автоматически поддерживается температура от 0 до минус 18 и даже минус 30 градусов в зависимости от заданного режима. Вместимость камер комбината 35 тысяч тонн различных скоропортящихся продуктов. Холодильные установки этого типа потребляют тепловую энергию. К парогенератору подводится тепло, в результате чего аммиак выпаривается из крепкого водоаммиачного раствора. Этот процесс и является компенсирующим в абсорбционных холодильных машинах. Аммиак проходит через конденсатор, сжижается, затем дросселируется. Парожидкостная смесь поступает в испаритель. Жидкая фаза кипит, производя полезный холод. Пары направляются в абсорбер. Сюда же из генератора через вентиль поступает слабый раствор. В абсорбере происходит поглощение пара и образование крепкого раствора. Эти машины сейчас широко применяются в химической промышленности и работают на энергетических отходах производства. Эта установка, так же как и абсорбционная, для получения холода требует затраты тепловой энергии. Пар при температуре 160-180 градусов поступает из котельной в смесительную камеру эжектора. Расширяясь в сопловом устройстве, он смешивается с паром, отсасываемым из испарителя. В диффузоре смесь сжимается и поступает в конденсатор. Основная масса конденсатора насосом возвращается в котел, а часть поступает в дроссель. После дросселя давление пара падает и температура понижается. Холодная парожидкостная смесь поступает в испаритель, где жидкая фаза кипит, производя порезанный холод, а пар отсасывается эжектором. На этом цикл заканчивается. Холодопроизводительность таких машин до 3-4 тысяч кироватт. Они обычно используются для кондиционирования больших масс воздуха в концертных залах, кинотеатрах, аудиториях. Сегодня установки искусственного холода практически вошли во все отрасли народного хозяйства страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok